Мир вам, братья и сестры. Слава Богу, что мы можем обращаться к Слову Божию, иметь это общение. Хочу вместе с вами сегодня закончить те размышления, которые мы начали в прошлом году. Я, конечно, не ожидал, что займет два года поделиться этой темой. Пусть благословит сегодня нас Господь. Братья и сестры, которые там сидите в самом конце, хочу сказать, у меня была такая мысль, чтобы обратиться к вам. Я вас вижу, мы вас видим, мы вас чувствуем. Я как-то на праздники пришел поздно, сел там, и я чуть-чуть почувствовал даже себя, как я на другую планету немного. Я не ожидал, что так, оказывается, там может выглядеть далеко. Мы вас видим, мы чувствуем ваше присутствие. Слава Богу, что мы вместе. Но, посоветую, если хотите, можете как-то поменяться. Здесь, я думаю, не обидится, братья и сестры, если они придут, раз, вы на их месте сидите. Они уступят. Будет неплохо для другой перспективы, можно сказать. Мы читали с вами от Луки, 18 глава, с 35 стиха. «Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни?» 41 стих, 40-й. Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри». Говорим мы с вами, братья и сестры, о духовном зрении. Некоторые мысли, которые уже отметили, о том, что есть те вещи в нашей жизни, которые только может произвести это Бог. Без Божьего участия мы сами не способны это производить в нашей жизни. И вот духовное зрение – это так же великий подарок Божий, как и физическое, который каждый может иметь. Это то, что каждому Бог дарует возможность приобрести. Поэтому Иисус желает нашего участия. Он спрашивает у нас, что ты хочешь, чего ты ищешь. Я думаю, что каждый из нас физически желает быть здоровым. И мы часто, сознавая это, не сознавая, мы делаем друг другу такое пожелание. Вот день рождения праздновали на этой прошлой неделе. И вот всегда слышатся вот эти слова «Желаем тебе здоровья». Я так подумал, мы желаем здоровья, да, счастья, радости. Но здоровья, братья и сестры, мы понимаем. Мы желаем это друг другу. Но это не то, что как грибник пошел за грибами, и ты ему говоришь, «Я вот желаю тебе удачи, чтобы ты нашел грибов». «Я желаю тебе здоровья, чтобы ты вот в этом году нашел здоровья». Мы понимаем, что здесь есть что-то с нашей стороны, что мы должны делать. Я как-то пошутил с братом, говорю, «Наверное, мы всю жизнь стараемся сбросить вес. Не знаю, достигаем мы этого или нет. У нас есть стремление, мы вот хочем, но оно как-то не получается. Знаете, так и здоровье. Мы хочем здоровья, но как-то бывает не получается. Есть нечто, что с нашей стороны зависит, что, может быть, мы должны поразмыслить и подумать, нам что-то нужно сделать с своей стороны. А, может быть, нам нужно немного начать зарядкой заниматься. Может быть, лишний кусок торта не кушать. Да, вот каждый раз покушаем на каком-то празднике и потом вздыхаем. «Ай, зря я лишнего съел, да». То есть, с нашей стороны есть много чего зависит. Духовное зрение, мы говорили о том, что это наша способность видеть наше духовное состояние. Это, когда говорим о зрении, мы говорим о том, что это значит воспринимать, осознавать и распознавать. Так же это с физической стороны, так же и с духовной стороны. Это наша способность воспринимать, распознавать, осознавать. Вы знаете, в этом новом году я хотел еще отметить такую мысль. Мне понравилось пожелание, которое одна из моих дочек дала нам. Это она задала такой вопрос. Вопрос был интересный. Сейчас попробую перевести. Хочешь ли ты изменения в своей жизни или ты хочешь изменить свою жизнь? Поняли разницу, да? Жду я ли какие-то перемены в своей жизни или я хочу на самом деле, чтобы моя жизнь изменилась? Это говорит о том, что в нашей жизни какие-то должны быть действия, которые мы принимаем. Сегодня я хочу вместе с вами попробовать ответить на этот вопрос. Как приобретать духовное зрение? Вообще, когда я больше начал думать об этом, я понял, что это неправильный вопрос. Как приобретать? Потому что, в принципе, его мы не можем приобретать. Как я отметил, это не то, что мы прям можем найти. Вот это духовное откровение, духовное сознание. Это, наверное, правильный был бы вопрос. Как мы можем быть в том состоянии, чтобы получать вот это духовное зрение? Наша жизнь, мы сравниваем ее как с тем сосудом. И вот, как нам быть вот тем сосудом, который Бог может наполнять? Мы уже сегодня слышали вот о Слове Божьем, что оно живо и оно действенно. То есть, когда мы принимаем вот это Слово Божие, когда оно наполняет наше сердце, еще один важный очень шаг, оно должно приводить нас в какое-то действие. То есть, какое-то изменение должно происходить в нашем сердце. Это не должно быть так, что мы услышали, мы поняли, и мы остались на одном и том же месте. Нет. Какое-то должно происходить движение. Духовное зрение, оно исходит от Бога. Его только можно принять, когда Бог нам дает. Помните, Иисус Христос, Он часто использовал такие слова. Кто имеет уши, слышать дослышит. Опять же, это говорит, что вот вы слышите слова, которые я произнесу. Это слова Божьи, Он говорит. Ну, что-то еще нужно сделать. Вам нужно приготовить ваше сердце, чтобы вы были способны растворить эти слова верою в своей жизни, чтобы они привели вас в какое-то действие, чтобы они произвели какой-то плод в нашей жизни, чтобы они не остались просто забытыми словами. Второзаконие, 29 глава, 4 стих. «Но до сего дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать». Здесь говорится о том, что Бог дает. Бог дает нам такое сердце, уши и очи, чтобы разуметь. Бог это дает. Как же Бог дает, как же мы это получаем? Откровение, 3 глава, 3 глава, 18 стих. Ангел говорит церквям. И вот слова такие. «Советую тебе купить». Откровение, 3 глава, 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видно была срамота ноготы твоей. И что? И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Мне очень стало интересно, не раз я слышал этот стих, я думаю, вы так тоже. Мне стало очень интересно, что это за глазная мазь, которую ангел советует помазать нам свои глаза, чтобы нам видеть. Я хотел бы попробовать вместе с вами ответить на этот вопрос. И думаю, надеюсь на то, что 1 глава 2 послания Петра поможет нам это сделать. Это 1 глава 2 послания Петра. Хочу читать 2 стиха, чему нас здесь апостол Петр учит. «Благодать и мир доумножатся в познании Бога Христа Иисуса Господа нашего». Благодать и мир. Какие это прекрасные все-таки слова. Вот мир в нашем сердце приходит, когда мы познаем Бога. В познании Бога приходит. 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам». Что нам даровано? То есть он говорит, Бог нам даровал все потребное для жизни и благочестия. Благочестия, то есть это почитание Бога. Можно другими еще словами сказать. Он говорит, нам все дано, чтобы мы правильно ходили перед Богом. Через познание опять призвавшего нас славой и благостью. То есть через познание Иисуса Христа. Он говорит, нам все даровано, чтобы мы правильно могли ходить перед Богом. Которыми дарованы нам все великие и драгоценные обетования. Все дарованные обетования. Мы их знаем, братья и сестры, обетования, которые нам дарованы. Например, как вечная жизнь. Как мир Божий, который Он обещает в наши сердца. «Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растения похоти». То есть он говорит, Бог даровал нам все в нашей жизни, когда мы Его познаем, чтобы нам жить правильно перед Ним. И чтобы нашим естеством мы стали похожи на Него. Чтобы мы становились похожи на Иисуса Христа. Он говорит, у нас все есть, Он все нам даровал. И он говорит в 5 стихе, «То вы прилагая к всему все старания». То есть вот здесь наше участие. Мы прилагаем к этому все наши старания. «Покажите вере в вашей добродетель». Он начинает перечислять вот эти добрые качества, над которыми нам нужно стараться и работать в нашей жизни. Добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. В воздержании терпение. В терпении благочестия. В благочестии братолюбия. В братолюбии любовь. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Опять давайте так быстренько сделаем обзор. Он говорит, «Добрый дар Божий, благодать, которую Он даровал нам. В этом добром даре Он даровал нам великие обетования. И Он даровал нам все способности, все, что нам нужно, чтобы нам правильно жить перед Богом. Он говорит, «Приложите к этому старания ваши и работайте над этими качествами вашей жизни. И если вы это будете делать, то оно будет умножаться в вашей жизни. И вы не останетесь без плода в познании Бога. То есть вы будете учиться познавать Бога в вашей жизни». И вот в 9 стихе Он как бы делает заключительную точку, ставит и слушайте, что Он говорит. «А в ком нет сего, тот слеп закрыл глаза и что? Забыл об очищении прежних грехов своих». Тот слеп закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. То есть человек, в котором это не проявляется, это слепой человек. И вот, как мне выглядят здесь, братья и сестры, апостол Петр предлагает намазь вот эту глазную, что является благодатью Божию. Потому что он говорит, «Забыли об очищении прежних грехов своих». Очищение наших грехов, братья и сестры, это великий дар Божий, который Он дал нам. Вот это великая благодать, которой мы пользуемся, через которую мы пришли к Иисусу Христу, к Богу. И Он очищает нас. И Он говорит, кто забыл вот об этой благодати, это слепой человек. Кто забыл о той глубокой, как грязной яме, откуда Бог тебя вытащил? Ты слепой человек. Поэтому благодать Божия это то, о чем мы никогда не можем забыть в нашей жизни. Потому что, когда мы начнем забывать о вот этой благодати Божией, то будет слепота в нашей жизни. Мы забудем о том, что сделал для нас Бог в нашей жизни. Помните пример Навуходоносора? Когда он отступил от Бога, он превратился практически как в животного. Встал. Волосом оброс, ногти у него выросли и так далее. Но пришел момент, когда он покаялся, Данила 4,31. И по окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Преснесущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Вот в этой всей теме, братья и сестры, мы идем к заключению. И она не сложная тема, в общем-то. Не сложная, потому что вот этими всеми словами, вот этими всеми местами, на которые мы с вами смотрели, здесь единственная одна простая мысль, за которую нам нужно ухватиться, которую понять и которая будет приносить благословение нам в нашей жизни. Это то, что приближение к Богу обостряет наше духовное зрение, а удаление притупляет. Приближение обостряет, а удаление притупляет. Чего сегодня я ищу? Чего я прошу Бога? Чего я желаю в глубине своего сердца? Ищу ли я благополучия, здоровья, успеха хочу в своей жизни? Забочусь я о своем духовном человеке так же? Грею ли я его? Питаю ли я его? Дорогой друг, дорогой брат, сестра, наш Господь хочет, чтобы мы так же были духовно здоровыми, так же, как и мы физически здоровые. Здоровые. И красота духовного зрения заключается в том, что мы начинаем видеть мир Божьими глазами. Мы начинаем смотреть на вещи, как на это смотрит Господь. Господь производит свои желания и хотения в нашем сердце, и мы послушны Ему в этом. И заключая это слово, я хочу прочитать Киевисянам 3 глава. Апостол Павел написал такие слова, 18-19 стих. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и разуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Чтобы нам исполнится всею полнотою Божию. Пусть нам сегодня Бог благословит, размышляя о слове Его. Вот с чего все начинается? Вот все начинается где-то в нашем сознании, в глубине нашего сердца, где в своем размышлении. Вот дорогой друг, ты сидишь сегодня и вот ты слышишь эти слова. и Господь может быть производит какое-то движение в твоем сердце и у тебя возникает вот это желание Господи, да, я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. И вот это желание, оно где-то там рождается. Ухватись за это желание, не забудь это желание, грей это желание, стремись к этому желанию познавать, стремись к Богу. Вот я думал, мы говорим о Слове Божьем, о чтении Слова Божьем, и мы говорим нужно читать Слово Божье, и я подумал, ну да, хорошо, мы говорим, напоминаем, нужно читать Слово Божье, да правильно говорим, но наверное правильно нужно читать Слово Божье, не так, как, знаете, чтобы галочку поставить, и что если меня спросят, чтобы мне стыдно не было, я говорю, да, я читаю Слово Божье, наверное, надо как-то читать Слово Божье, чтобы поразмыслить над ним, задать вопрос, Господи, что Ты хочешь сегодня мне сказать через это Слово, чему Ты хочешь меня побудить? Я подумал, да, это тоже правильно, но может быть так говорить и тоже неправильно. На самом деле, даже возьмись и читай это Слово просто так, чтобы поставить галочку. Я уверен, что Бог начнет производить что-то в твоем сердце, и Он даст тебе это желание. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас в этом, Ему слава за все, аминь. Третья и сестры, аминь.